Украинская столица 9.00 в эфире утренний выпуск новостей. В студии для вас работает Станислав Листопад и о главном к этому часу. Канада выделит 45 миллионов долларов в качестве новой помощи Украине. Из них 25 миллионов долларов будут направлены на поддержку реформ. Первый день конференции по поддержке реформ в Украине оказался более чем результативным. Подробнее Юлия Башко. Ряд важных договоренностей принес первый день в Торонто. Конференцию по поддержке реформ в Украине открыл министерский день. Есть возможность донести месседжи, что происходит в Украине, каким образом изменяется Украина, как меняются взаимоотношения с внешним миром и европейскими партнерами. Министры стран Евросоюза, G7, НАТО, политики, бизнесмены, всего свыше 800 участников из 40 стран собрались, чтобы обсудить достижения экономических и социальных реформ в Украине за три года. Три года назад в Лондоне мы только говорили о медреформе, а сегодня уже 28 миллионов украинцев подписали декларации о предоставлении первичной медицинской помощи. Мы создали государственную систему предоставления медпомощи, и это первый шаг к государственной страховой медицине. Впервые украинскую делегацию на конференции возглавил президент Владимир Зеленский, прилетел в Торонто накануне. В рамках конференции он провел ряд встреч с канадскими партнерами. Стороны договорились о продлении канадской военно-тренировочной миссии «Юнифайр» до 2022 года, а также о поставке оружия и бронетехники. Мы продвигаемся вперед. В дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины, кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это позитивное решение. Мы можем об этом открыто говорить. Мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появится соглашение. Власти Канады приняли решение относительно жителей оккупированных территорий Донбасса. Им будет запрещен въезд в Канаду по российским паспортам. Мы осуждаем решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам на Донбассе. Эти паспорта с сегодняшнего дня не могут быть использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру. В ходе встреч стала известна также страна, которая примет конференцию по поддержке реформ в Украине в следующем 2020 году. Это будет Литва. Конференция пройдет в четвертый раз в Вильнюсе. И я горд и счастлив объявить это. Я верю в то, что мы сможем продолжить движение вперед. Главное понять, что это не только техническое и экономическое сотрудничество. Речь также идет о ценностях. Следующие два дня конференции пройдут в интерактивном формате на платформе «Украинского дома». Участники смогут узнать о деловых и инвестиционных возможностях в Украине, а также познакомиться с продуктами украинских креативных индустрий. К примеру, семь украинских дизайнеров привезли в Канаду уникальные коллекции. Из Торонто Юлия Башко, Владислав Гапон, ЮЭТВ. Один украинский военнослужащий травмирован за минувшие сутки на Донбассе. Российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь. Восемь раз использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. По данным штаба операции объединенных сил, из минометов боевики били по украинским укреплениям в районе Малинки, Новолуганского и Болотного. На других рубежах использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По данным украинской разведки, 2 июля один оккупант был уничтожен. Двое ранены. С полуночи на Донбассе сохраняется режим тишины. Как под водой оказать первую помощь человеку без сознания и как эвакуировать его оттуда, показали грузинские и британские водолазы. В Одесском порту стартовали международные учения Сибрис-2019. Маневры проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Больше о работе пловцов Королевского флота и подводном разминировании знают корреспонденты ЮЭТВ. Работа под водой. Учения Сибрис-2019 открыли водолазы. На причале практической гавани Одесского морского порта британские и грузинские специалисты проводят спасательную операцию. Их цель – показать, как помочь коллеге, который потерял сознание на глубине. Условия на учениях максимально приближенные к реальным. Времени в обрез и действовать нужно чётко. За работой иностранных водолазов внимательно следят украинские военные ныряльщики. Работаем над собой для достижения слаженных действий с международной водолазной группой в соответствии со стандартами НАТО и других развитых стран мира. Согласно сценариям учений, главная задача – быть готовым отреагировать на все ситуации. В учениях приняли участие 125 водолазов из Украины, США, Великобритании, Грузии, Латвии и Румынии. Этот компонент включили в обязательную программу учений Сибрис в 2005-м. А после аннексии Крымского полуострова специалисты-подводники – на вес золота. После аннексии Автономной республики Крым у нас почти не осталось подготовленных дайверов, не осталось оборудования. И военно-морские силы с 2014 года начали всё строить буквально с нуля. Благодаря этим учениям мы отточили водолазный компонент. И сегодня есть много специалистов, обученных для работы под водой и разминирования. Показали в работе и специальную технику – акустические сонары и роботов. С их помощью находят взрывоопасные предметы под водой и поднимают их на поверхность. Также обследуют затонувшие объекты. Этот робот используется только для наземных операций и для осмотров. В своих щупах он держит взрывчатку на всякий случай. Это для нашей безопасности. Мы можем обезвредить потенциально опасный объект, не приближаясь к нему. Часть этого оборудования передадут морякам, как только те научатся с ним работать. Следующий этап учений – морской компонент – пройдёт 5 июля в Одесском порту. Военные проведут артиллерийские стрельбы, высадки осмотровых групп и отработают взаимодействие спецподразделений. Анна Городенцева, Наталья Доубыш, Одесса, UATV. Крымские татары в Турции осудили позицию Турецкой Республики о возвращении России в ПАСЕ. В Эскиш-Шехере провели пресс-конференцию на тему «Готова ли Турция пожертвовать Крымом во имя покупки ракет С-400». Именно это стало причиной голосования турецких депутатов за возвращение России в парламентскую ассамблею, считают представители крымско-татарской диаспоры в Турции. Также активисты призвали турецкие власти, вопреки экономическим выгодам, подумать о исторической и культурной связи с крымскими татарами и взять на себя ответственность за судьбы братьев и сестёр, проживающих в Крыму. К сожалению, многие не понимают последствия этого решения. Это ни с кем не обсуждали, об этом нигде не говорили. И сейчас мы хотим это донести всем, и депутатам, которые принимали это решение. Например, в 2020 году в апреле может быть так, что вернувшаяся Россия будет поддерживать Армению в вопросах её конфликта с Азербайджаном и Турцией. В ночь на 25 июня парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Её поддержали 118 евродепутатов, в том числе и депутаты Турции. И жёвто-блокритным и красно-белым засветилось одно из самых высоких сооружений в мире – телебашня CN Tower в Торонто. Цвета украинского и канадского флагов можно было увидеть с 9 вечера до рассвета. Иллюминацию включили по случаю конференции в поддержку реформ Украины, которая проходит в эти дни в Торонто. Многие прохожие специально останавливались, чтобы сделать селфи и снять на видео CN Tower. Телебашня – символ Торонто, а также одно из самых высоких сооружений в мире. Её высота составляет более 500 метров. Голубое – это небо, жёлтое – это пшеница, насколько я знаю. Я ожидал увидеть все цвета на башне. Но я вижу, что там совсем немного жёлтого цвета, поэтому я немного расстроился. Если честно, я мало знаю об Украине, но я как-то был на одном событии в парке, где я слышал украинские песни. Это было просто великолепно. Я не понимал ни слова, но песни были такие позитивные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok